Инфляция Оф Америка представляет программу «Мир сегодня». Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе «Мир сегодня». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня сообщили, что инфляция в январе составила 7,5%, то есть даже увеличилась по сравнению с 7% годовыми в декабре. Рост цен сейчас самый быстрый за последние 40 лет, а в течение самого января увеличение составило 0,6%, тоже рост рекордный. Если же исключить из этих цифр продукты питания и топлива, стоимость которых меняется часто, то базовая инфляция составляет 6%, самые высокие темпы роста с 1982 года. Впрочем, до 80-х годов еще есть куда двигаться. Тогда инфляция превышала и невероятные пока сейчас 14%. А если брать среднюю семью, то расходы ее увеличились в настоящее время на 250 долларов в месяц. И при этом наиболее чувствительным это было для семей малозарабатывающих. Не прекращается рост цен на продукты питания, прежде всего на мясо, также на яйца и цитрусовые. Но дорожают и практически все другие продукты. Быстрее всего растут цены на автомобили, на мебель и на бытовую технику, холодильники, стиральные машины, плиты и так далее. Цены на энергоносители показывали после скачка в прошлом году вроде бы признаки снижения, но сейчас на мировых рынках произошел резкий скачок цен на нефть, что, вероятно, приведет через некоторое время и к новому подорожанию бензина. Показательно статистика по семьям в категории меньше всего зарабатывающих. Считается, что в Америке у всех есть машины, даже у школьников. И в 2020 году у 90% самых бедных семей были автомобили. Эти семьи, как правило, покупают не новые, но поддержанные машины. А цены на поддержанные автомобили росли почти в три раза быстрее, чем на новые. И вместо 90% семей, которые имели год тому назад автомобиль, сейчас число это сократилось до 72%. Сегодня в штате Нью-Йорк прекращается действие указа, требующего при нахождении во всех закрытых публичных помещениях иметь либо свидетельство о вакцинации, либо одевать маску. С политической точки зрения это событие с общей волной снижения ограничений штатами, где правят демократы, считается важным. Снимают ограничения также Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд, Калифорния, Орегон, Мичиган. Важно это и как показатель того, что возвращение к нормальной жизни затронуло в той или иной мере почти практически всю Америку. Ну и также отмечается, что эти шаги в принципе противоречащие более консервативным рекомендациям Белого дома. Не случайно предпринимаются эти шаги демократическими штатами в период начинающейся кампании к промежуточным выборам. Штаты с республиканцами эти шаги мы знаем уже давно сделали. Ограничительные меры становятся все менее популярными. Особенно много говорят сейчас об отмене требований масок и паспортов вакцинации в бывшем эпицентре эпидемии в Нью-Йорке. Но многие жители города Нью-Йорка, может быть, неприятно будут удивлены. Изменится по-настоящему немного. Отмена требований штата о масках или паспорте вакцинации никак не затронет правила города о паспорте вакцинации для посещения ресторанов, кафе и баров. Ослабление режима ограничений в штате вообще всего лишь возвращает положение к тому, что было в начале декабря до эпидемии омикрона. Маски по-прежнему будут требоваться в общественном транспорте, включая такси и убер. Маски по-прежнему будут требоваться в школах, в детских садах, в домах для престарелых, в убежищах для бездомных. Та же ситуация и в других местах штата. А везде сохраняются местные правила и требования, то есть, если они более жесткие, чем у самого штата. Это и общий стиль в большинстве штатов под управлением демократических администраций. А в штатах республиканских направления противоположные. В Техасе, в Джорджии, во Флориде, если штат не требует масок или свидетельств вакцинации, то требовать их не имеют права и местные муниципалитеты. То же касается отдельных компаний, учреждений, они не имеют права требовать большего, чем штаты. Как бы то ни было, в городе Нью-Йорке ситуация другая. Владельцы магазинов, ресторанов, театров, других общественных закрытых помещений имеют право требовать маски. А в бродвейских театрах, по крайней мере, до 30 апреля будут требовать и свидетельства о вакцинации, к тому же еще и маски. Практика требований масок и свидетельств о вакцинации сохранится в подавляющем большинстве культурных учреждений города, не в последнюю очередь в музеях, ну и также в джимах. Ну а что изменится для города Нью-Йорка? Пустители смогут снимать маски в магазинах, аптеках, в супермаркетах, в офисах. Но только если на это будут согласны и владельцы этих учреждений. В городе Нью-Йорке 86% взрослых жителей полностью при этом вакцинированы. Сегодня кривая заражений в США продолжала падать. Процесс этот, однако, протекает неравномерно. В некоторых штатах на юге омикрон продолжает ставить рекорды. Это такие штаты, как Кентукки, Оклахома, Тенниси, Западная Виржиния. Причиной продолжающегося роста может быть в значительной степени то, что и приход омикрона там имел место позже. Но также предварительные цифры показывают, что процентное число госпитализации смертельных случаев там выше, чем в других местах может быть. Объясняется это низкой степенью все-таки вакцинации в этих штатах. В целом в США вакцинировано сейчас 64% всего населения, в этих штатах 50% с небольшим. В Лос-Анджелесе уже готовится к особенно колоссальному транспортному затору, который будет в воскресенье. На стадион в предместе города, где пройдет супербол, направится в основном по одному и тому же шоссе 70 тысяч болельщиков. В это время обещают сильные ветры, возможные близкие к шоссе лесные пожары. Ну и к тому же, судя по предварительным сообщениям, там же может появиться и формирующийся сейчас уже не канадский, а американский марш водителей грузовиков против ограничений на вирус. Грузовики создадут тогда хаос в квадрате. Впрочем, планы американского марша водителей грузовиков сегодня еще только оформлялись, и супербол при этом мог сыграть и негативную для них роль. Для большинства водителей проведение вечера супербола перед телевизором – это почти священный ритуал, от которого отвлекаться для марша было бы трудно. То есть марш водителей может начаться все-таки и после супербола, но его инициаторы говорят, что твердо намерены проехать от Калифорнии до Вашингтона и сильно волновать там политиков и всех остальных. В общем, пока что американского марша еще нет, но канадский в масштабах не уменьшается. Только что Toyota остановила производство своих автомобилей на заводе в Канаде, потому что снабжение узлами и частями для машин в значительной степени перекрыто протестующими водителями грузовиков. Они и сегодня блокировали так называемый Посольский мост в районе Детройта, через который проходит через границу наибольший объем товаров между двумя странами. В том числе каждый день автодетали и узлов проходят на 100 миллионов. Автомобили-строительный комплекс, состоящий из десятков разных предприятий, расположен по обе стороны границы. Сразу же после Toyota Ford закрыл два своих завода в Канаде, резко сократил производство на третьем заводе, а General Motors сократил число смен на своем предприятии. Пока признаков снятия блокады американо-канадской границы не видно, так же как и прекращение манифестаций. В Атаве полиция канадской столицы запросила у правительства дополнительные почти две тысячи полицейских, чтобы справиться с водителями грузовиков. Но правительство, положение которого очень шаткое, дополнительных служителей закона пока не мобилизует, боясь и дальнейшего падения своего рейтинга. Серьезный сайенс-магазин опубликовал результаты исследования, показывающего, что заражение вирусом почти независимо от степени его тяжести, может серьезно повышать риск проблем с сердцем. Изучались истории болезни тех, кто переболел вирусом год тому назад. У многих из них в этот период появились разные проблемы с сердцем или с кровеносными сосудами, а раньше опубликовались выводы другого исследования, согласно которому тоже риск инфарктов после вируса повысился у тех, за кем наблюдали, на 50%, и на 72% вырос риск внезапной остановки сердца. В следующей части о начавшихся в Беларуси сегодня маневрах. Оставайтесь с нами.